Всем привет дорогие друзья! С вами Кекс и сегодня мы будем готовить с вами баклажаны по-корейски. Эти баклажаны подходят как и для закатки на зиму, так и можно кушать прямо сейчас. Это очень вкусно, очень просто и реально можно приготовить много впрок и всегда останется мало. Я уже закрыла в этом году 2 порции по 2 килограмма и поняла, что вам не показала и теперь решила показать обязательно вам. Поэтому на маленькой порции, здесь у меня баклажан 1 килограмм, буду показывать вам. Для начала баклажаны нужно слегка приварить в течение 10 минут в немного присоленной воде. И затем я их достаю для того, чтобы они немножечко остыли и не обжигали пальцы, так как нам нужно будет с них снять кожуру. Вот они вот так немножечко скукожились после остывания, еще теплыми начинаю вот с них счищать кожуру. Она прекрасно отходит, если баклажан у вас приварился. Долго варить их тоже не нужно, их потом резать тогда неудобно. Мы будем резать их пальчиками. И вот так вот почищены уже готовые мои баклажаны. В зависимости от размера баклажана режем на 2, либо на 3 части. И потом будем резать вот такими вот палочками, столбиками, где-то по сантиметру, примерно так. Старайтесь, конечно, брать более молодые баклажаны, там где семечки помягче, либо их вовсе нет. Но также можно и с семечками. И вот такие вот столбики у нас получились. Теперь приготовим сироп. Рассказываю вам все по порядку, так как делаю это я. Для сиропа добавляю в кастрюльку сахар, соль. Также сюда пойдет сразу уксус и наверх растительное масло. Затем сироп мы с вами поставим на плиту, на маленький огонь, на самый маленький, до закипания. А тем временем будем заниматься нашими баклажанами дальше. Вот уже наверх сразу наливаю. Я все использую по весам. Здесь очень удобные пропорции, что если вы, допустим, используете 2,5 килограмма, то, соответственно, у вас пойдет там по 250 грамм. Ну, то есть, очень удобно делить по весу кабачков. Ой, точнее, баклажан. Поставили на огонь закипать и теперь занимаемся дальше баклажанами. В них добавляем специи. У меня сюда пошел черный перец. Я еще добавила немножечко паприки для цвета и немножечко для более перечного такого вкуса. Красный перец. И теперь уже взяла столовую ложку. И нам понадобится еще пол столовой ложки молотого кориандра. Он придаст именно вот такой вот корейский привкус, я бы сказала. Все это хорошенечко перемешиваем. На этом же этапе сюда мы будем добавлять чеснок. Где-то вот небольшую головку чеснока. Не очень большую. Либо половинку большой головки чеснока. На чеснокодавилку туда отправляем, перемешали. И затем, если у вас есть вот такая вот терка для корейской морковки, трем сюда одну крупную морковь. Если у вас такой терки нет, то, конечно, можно использовать обычную на крупной терке потереть. Но, конечно, длинными вот такими морковочками очень красиво получается. Как раз закипел сироп. И этим горячим сиропом поливаем сверху морковку с баклажанами. Опять это все хорошо перемешаю, чтобы полностью все покрылось специями. И начинаю складывать в баночку. Я обычно консервирую по пол-литровым баночкам. Хочу сказать, что из 2 кг баклажан получается как раз 5 баночек. Вот пол-литровых. Низ укладываю столбиками, а вверх уже как получается. Довольно плотно укладываю баклажаны. И затем оставшимся сиропом я заливаю сверху. Так как у меня здесь всего 1 кг баклажан, у меня вышло вот 2,5 баночки. Придавливаю, чтобы сиропом полностью покрылось. Накрываю, просто прикрываю сверху крышечками. И теперь будем ставить их стерилизоваться, так как баклажаны еще не полностью готовы. На низ, в кастрюльку я постелила полотенечко и края полотенечко между банками проложила. Для того, чтобы они у нас не тарахтели, когда будет вода внизу кипеть. Отправила стерилизоваться на полчаса. И теперь уже можно консервировать. И все здесь как обычно. Закатываем ключом, переворачиваем, смотрим, чтобы не капало. И укутываем полотенце до остывания. Я обычно оставляю на сутки. Вот такая вот красота, вкуснота. Можно кушать уже сейчас, либо заготовки на зиму. Обязательно приготовьте, пока баклажаны еще есть. Удачной вам готовки! А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч! Пока-пока!